Здравствуйте, друзья! С вами Вула на ваших экранах Destiny 2. И это видео будет, так сказать, инструкцией для новичков, которые только-только начинают играть в Destiny 2, которые постараются как можно кратко и информативно рассказать о том, что, где, куда и почём. Так вот, давайте начнём с самого простого. А именно с платного контента, а именно покупки DLC и на что они влияют. На самом деле, намного. Не покупая DLC, вы лишите себя, ну, такого большого пласта контента, ну и как минимум прокачки, потому что в бесплатной версии максимальный лайт ограничен 910 уровнем. Это местная аналогия вашего ЧСВ. С наличием DLC, сей показатель можно поднять аж до 960. Не сказать, что прям лайт будет глобально влиять на вашу игру, но, по крайней мере, без DLC вы потеряете ещё и часть контента. Это экзотические оружия, разнообразные квесты и так далее. Но всё же, если будете брать DLC, отвергнуты они вообще, в принципе, только в одном варианте за 1000 рублей. А вот новое дополнение, обитель теней, есть в двух вариациях, либо стандарт-эдишн, либо делюкс. Разница-то только в том, что в стандартной версии у вас куплен только один сезонный пропуск, в делюкс-версии у вас сезонные пропуски уже проплачены на год вперёд. Так что сами решайте, если планируете долго играть, то, разумеется, берите делюкс-эдишн, потому что, ну, получите достаточно большую скидку. Если же вы не уверены, что будете играть достаточно долго, берите стандартную версию. Следующим, наверняка, вопросом для новичков станет именно то, за какого персонажа начать играть. Отвечу так, за любого. Какой больше нравится, того и берите. В Destiny вот есть такой большой плюс, что огромного такого вот прям дисбаланса по классам в игре нету. Просто потому, что в основной своей сути билд персонажа у вас выстраивается не относительно самих скиллов героя, а относительно предметов, инвентаря, которые у вас находятся. Поэтому, какого бы персонажа вы не выбрали, вы в любом случае будете востребованы, потому что нужны как и титаны, как и варлики, так и ханты. После создания персонажа некоторые могут столкнуться с другой проблемой. А именно с тем, что игра все-таки является MMORPG. И поэтому, как типичный какой-то шутан, игра не будет вас вести сама по квестам. Вам нужно самим будет брать квесты, искать где их выполнить, ну и разумеется выполнять. И первый подводный камень, с которым могут столкнуться новички, это основная сюжетная кампания. Ибо в начальной версии игры, когда она была еще в батлнете, когда вы создавали персонажа, вы сразу начинали с основной сюжетки и, в принципе, могли сразу же брать квесты на нее и идти выполнять. Сейчас же эти квесты спрятали, а выдает их Аманда Холидей, которая находится в башне, а именно в правой ее части, в ангаре. Кроме этого, у нее можно еще купить корабли, либо сперру. Это местный аналог мотоциклов, то есть средства передвижения на планетах. Ну и, как я и сказал, игра не будет вас сама таскать по миссиям, и поэтому вы вольны сами выбирать, куда, в какой момент времени отправиться. Для этого у вас есть пунктное значение, на которое показаны все планеты, места, в которые вы можете попасть, а также события. И, как видите, практически возле каждой планеты горят какие-то иконки, которые что-то показывают. Так что давайте быстренько разберемся. Вот такие вот значки с монетками отвечают за еженедельные задания. То есть, зайдя на карту, вы можете найти вот этот значок и выполнить это еженедельное задание. Они обновляются, ну, как вы поняли, из названия раз в неделю. Так что, повыполняв на разнообразных планетах все эти задания, вы получите, ну, достаточное количество наград. Также, кроме еженедельных заданий, есть еще значок, который показывает то, что на этой карте находится NPC, который может вам что-то предложить, какое-то задание. Как видите, NPC, у которого для вас что-то есть, моргает таким вот контуром. В отличие от тех персонажей, у которых для вас ничего не подготовлено. Кроме того, на самих локациях вы можете найти еще дополнительные задания, открытые мероприятия, налеты, рейды, а также много других активностей. Внизу всей этой системы планет находятся три события, которые отвечают за, в принципе, основные PvP и PvE активности. Горнила — это типичное PvP. Здесь наверняка многие найдут, где себя применить. И дезмач, и тим дезмач, и тим конквест, все здесь будет. И также есть дополнительные некоторые события. Гамбит — это смешанная PvP-PVE активность. По большей части она заточена даже под PvE, в котором ваша основная задача — первым уничтожить своего первобытника. То есть, насобирать полоску, вызвать его и убить. Разумеется, вы можете мешать противнику, но, по крайней мере, победу одержит именно та команда, которая первым убьет своего первобытника. Ну и третья активность — это налеты. То есть, местные данжи, в которые вы заходите отрядом из трех человек, выполняете, получаете награду, выходите, идете в следующее. И так пока не надоест. Что ж, с этим разобрались. Давайте перейдем к очень важному окну, в которое вы будете заглядывать достаточно часто. А именно окно поручений. Здесь будет находиться огромное количество ваших квестов, которые вы выполняете. Сам еще прикол — большинство квестов будут выполняться все одновременно, можно даже сказать так. Ибо в Destiny огромное количество квестов завязано на получении каких-то оружий определенных, либо просто на выполнении каких-то условий. Допустим, убить противников с определенного оружия. Или просто убить огромное количество противников. И таким образом вы, самопроизвольно, так сказать, выполняя какие-то другие квесты, будете параллельно выполнять и другие. Справа вы можете увидеть такую штуку, как контракты. Это местные челленджи, которые целиком и полностью практически направлены на убийство мобов, на убийство определенным оружием, завершение каких-то определенных миссий. Они дают разнообразные награды, жетончики и так далее и тому подобное. Контрактики эти можно найти практически у любого NPC в игре. Ну, по крайней мере, в большей части. Набираете контрактов, выполняете их, а потом можете разнообразные жетончики тратить у этих же NPC на получение энграм, с помощью которых вы будете получать большую часть своего лута. По крайней мере, большую часть хорошего лута. Ну, так как мы начали уже о луте говорить, давайте перейдем уже к основному окну персонажа, на который вы будете очень часто заглядывать. И давайте побыстренько разберем все, что тут есть. Предметы. Это ваш инвентарь, куда будет складироваться всякое дерьмо, которое вы будете собирать по всей карте. И триумфы этой местной ачивки, это если вы дрочите на ачивки, то, пожалуйста, всегда нажимайте плюсик и берите все, что выбиваете. А потом фапайте на то, насколько у вас большое число ачивок. В коллекции складируется разнообразное оружие, броня, снаряжение, обволочки и так далее, которое вы можете потом скрафтить, если вы уже, допустим, выбивали такое оружие. Разумеется, некоторые вещи скрафтить нельзя. Они выпадают только с определенных мест, определенных мобов или за определенные задания. И практически под каждым оружием написано, где его можно получить. Но теперь же сам персонаж. С лайтом мы уже разобрались. Теперь перейдем к характеристикам персонажа. Каждая вещь в игре, как видите, дает подвижность, стойкость, восстановление, дисциплину, интеллект и силу. Все эти характеристики расписаны вот здесь вот. И про наведение на каждую из них вы можете прочитать, что каждая из них дает. Так что в озвучивании этого я особо смысла не вижу. Сами прочитайте. Слева вверху вы можете увидеть три подкласса, которыми обладает каждый персонаж в игре. Это три стихии. Молния, то есть арк так называемый. Стихия пустоты, то есть войд. И огонь. Либо санна. Но вы часто будете встречаться с этой термонологией. В каждом классе находятся свои ультимативные способности, которые вы можете выбирать на свой вкус и цвет. Верхние три способности отвечают за гранаты. Левые за классовые способности. Нижние за прыжки и разнообразные их вариации. Ну, а правые ветки за ультимейты. Выбирать правую ветку вы можете одну из трех. То есть вы не можете выбрать, к примеру, одно вот отсюда, одно отсюда и одно отсюда. То есть одно из трех. Либо это, либо это, либо это. Почитав описание скиллов, вы поймете, что для вас более нужно. Но опять же, как я говорил, персонажи не особо влияют на ваш стиль кеймплея. А вот как раз таки предметы уже другое дело. Как видите, и у предметов, как у любой типичной MMORPG, есть разновидность по цветам. То бишь белые, зеленые, синие, фиолетовые и желтые. Именно в такой последовательности идет редкость. Поверьте, получать лутов вы будете очень немного. И основная функция, которая вам понадобится, это разбор предметов. То есть на F. Зажимаете F и разбираете предмет, получаете с него ресурсы и так далее и тому подобное. Из говна, разумеется, будете получать говно, из более ценных предметов можно получить уже более ценный ресурс. Но обнадеживаться не стоит. Даже с фиолетовых предметов по большей части падает говно. Потому что даже фиолетовых предметов падает очень много. Кроме того, как я сказал, любой предмет брони дает определенные характеристики. Кроме того, практически любой предмет в игре еще можно модифицировать дополнительными модификаторами. К примеру, открываем информацию о предмете и вот здесь, как видите, есть несколько вкладок, в которые вы можете вставлять разнообразные моды. Такие моды вы будете получать в игре, с контрактов, с квестов. Со временем нападает до хрена. Поначалу будет мало. Даже то, что есть у меня, это очень мало. Как видите, возле каждого мода есть число, которое показывает количество энергии, которое оно потребует для того, чтобы его вставить в этот предмет. То есть, к примеру, я хочу вставить мод, который будет увеличивать скорость перезаряжания револьверов. Вставляю и теперь у меня останется только одна энергия для того, чтобы вставить какой-то другой модификатор в эти перчатки. Количество энергии, разумеется, можно увеличить. Для этого вам понадобится некое количество ресурсов. Если, скажем так, блеск и легендарные осколки не такая проблема, их получать в игре можно в огромном количестве. Вот улучшающие ядра и так далее предметы уже посерьезнее. То есть, получить их бывает достаточно проблематично. Но, как, в принципе, и в любой другой MMORPG. Чем делаешь предмет лучше, тем, соответственно, дороже стоят ресурсы, которые требуются для его улучшения. Кроме того, что в предметы можно вставлять разнообразные модификаторы, предметы также можно еще и улучшать. То есть, синтезировать один предмет в другой. То есть, как видите, к примеру, вот лайт этого оружия 906. Я могу вплавить в это оружие какой-то другой предмет, потравить за это модуль улучшения, то есть ресурс, который тоже достаточно редкий. Вплавляете его сюда и увеличиваете лайт вашего оружия. Либо любого другого предмета брони. В самой левой нижней части инвентаря вы можете заметить такую штуку, как глаз в латыке врат. Если вы новичок, у вас здесь ничего не будет. Не надо бояться, рано или поздно у вас появится, вам всего лишь нужно достигнуть седьмого сезонного ранга. То есть, открываете сезоны, заходите и на седьмом ранге у вас как раз-таки откроется это глаз в латыке. Это специальный сезонный артефакт, который будет работать только в течение этого сезона. Определенного. То есть, допустим, сейчас идет сезон бессмертия и он будет продлиться еще 53 дня. Ну, 54 к ним считать. И прокачивая этот артефакт, вы можете получать разнообразные моды и вставлять их в оружие, либо в броню. Не сказать бы, что прям тут все моды очень имбалансные, но по крайней мере есть некоторые интересные. Сверху вы наверняка заметили несколько цифр, которые отвечают за разнообразные валюты. Основная валюта это блеск. Это валюта, которая будет падать отовсюду. С мобов, с квестов, вот со всего, что попадется на игре, только с неба не падает. Она нужна практически для всего. Легендарные осколки уже чуть более редкий ресурс, но по крайней мере их используется не так много. Так что накопить их не составляет тоже проблем. Далее идет у нас серебро, то есть донатная валюта. И яркая пыль. Так сказать, местный аналог донатной валюты, которую вы можете получить, выполняя контракты авангарда. То бишь вот этого NPC, которого зовут у нас завала. За эту пыль вы можете в магазине покупать разнообразные ништички. В основном это все визуалка. Никакого доната, который роляет в PvP, в PvE и так далее в игре нету. Любой донат, который есть в игре, это все косметика. Ну и последнее, что мы еще затронем, это сами оружие. Как вы могли уже заметить, каждый персонаж может носить с собой три вида вооружения. То есть кинетическое оружие, энергетическое и силовое. Разница их в том, что второй и третий слоты имеют модификаторы от стихии. Первый же слот имеет только базовый урон. Как и персонаж, оружие может иметь разные стихии, которые будут наносить больше дамага по щитам противников. На локациях вы часто будете встречать серьезных мобов, которые будут с закрытыми разнообразными щитами. Голубой, сиреневый, либо оранжевый. И разумеется, используя оружие определенной стихии, вы будете сносить эти щиты гораздо быстрее. Также у оружия есть некоторые дополнительные особенности. К примеру, силовое оружие использует только тяжелое вооружение, то есть фиолетовые патроны. Выпадают они, разумеется, очень редко. Но при этом мощь этих оружий просто невероятная. В первый и второй слот вы можете найти оружие, которое используют как белые патроны, так и зеленые. Зеленые, разумеется, немножко помощнее, чем белые, но, разумеется, гораздо слабее, чем фиолетовые. Какое из оружий использует какие патроны, вы можете посмотреть во вкладке в коллекции, о которой я говорил ранее немножко. И здесь вы можете пощелкать по разным патронам и увидеть, какое из оружий какие патроны используют. Разумеется, это не касается экзотических стволов, то бишь желтых. Там вообще своя методика, они не поддаются никакой логике. Там и лук может использовать тяжелые боеприпасы, и там револьвер может использовать зеленые боеприпасы. В общем, там все по-разному. Поэтому все, что касается этого окна, касается вплоть до фиолетовых оружий. Ну что ж, надеюсь, в интерфейсе игры и, в принципе, в концепции самой Destiny вы более-менее разобрались. Возможно, хотя бы некоторым из вас после просмотра этого видео будет хотя бы немножко понятнее ориентироваться в игре. Ну а на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok